Доброе утро. Во-первых, хочу сказать, что впервые на сцене Мариинского театра. Честно говоря, ощущение ужасное просто. Оттуда значительно лучше. Как они еще при этом мудряются петь, играть и танцевать. Вы знаете, структурная трансформация. Что это такое? В особенности структурная трансформация, когда тебя поджаривают. Это такая сложная история. Владимир сказал, я с большинством театров согласен, что все-таки любая трансформация делается в спокойное время. Собственно, чем Центральный банк и был занят в предыдущие годы, за последние 8-10 лет были сделаны огромные шаги в части трансформации сектора. И это и количественно видно, насколько 1200 банков, сейчас 300, по-моему, с чем-то и так далее уже перестали считать. Ну и, конечно, огромное количество внедренных инициатив кому-то они нравились, кому-то не нравились, но, тем не менее, в конечном итоге это привело к тому, к чему привело. И сколько угодно можно говорить о том, что, знаете, банковский сектор в этом году много заработает. Слава Богу, что много заработает. В прошлом году не очень много заработал, очевидно. Прямой наводкой по банковскому сектору пришелся выстрел. Было тяжело. Но главное, что у нас ни один банк не обрушился, и что у нас, в общем, не пострадал никто из инвесторов и вкладчиков, за исключением, конечно, всего того, что было заблокировано во внешнем контуре. И что такое структурная трансформация мозга? Да вот у нас есть там мозжечок, правое-левое полушарие, и вот теперь я что-то из этого удалю, что ли? Это трансформация. Или раньше, теперь я буду, скажем, думать базальными ганглями. Ну, как-то это все так же в экономике, так же в финансовом секторе. Есть сложившаяся структура, и так или иначе эта структура будет продолжать функционировать. Если говорить о трансформации, то все-таки нужно понимать, чего трансформируем и куда трансформируем. Поэтому я не очень понимаю, куда нам и чего сейчас трансформировать надо. А вот куда мы шли 10 лет, понятно, результат можно проверить и пощупать. И вот сейчас очень многие коллеги, живущие за рубежом, говорят, мы тут столкнулись с бэнкингом в Европе, в Соединенных Штатах Америки. И, Господи, в каком пещерном состоянии они находятся. Вот вы видели когда-нибудь, что кто-то приехал из откуда-нибудь Соединенных Штатов Америки или из Германии, сказал, слушайте, ужасно, прокатился на их Мерседесе, и вот это, ну, наша лада, это сто очков вперед, да? Вот немного же сфер, где так клиент оценивает работу того или иного сектора. В финансовом секторе это так. И это то, чем мы можем гордиться. А мы как-то вот все время пытаемся это тоже немножко нивелировать. А если что-то получается хорошо, то вот мы говорим, ну, завтра точно будут проблемы. Не будет никаких проблем в банковском секторе, потому что банковский сектор находится в перманентной, до настройки к текущим обстоятельствам. Вот, поэтому, ну, мое ощущение вот такое, что Центральный банк сделал свою работу хорошо предыдущие 10 лет, поэтому мы сейчас находимся все в очень неплохой форме. Ярмин Иванович, можно я здесь встряну, да? Вот вы сказали, что структурная трансформация делается в спокойные времена. Но для того, чтобы ее начать, и был импульс, мы, к сожалению, не начинаем в спокойные времена что-то делать. Вот структурную трансформацию, вспомните, финансовый сектор мы начали после прошлого кризиса и после первой волны санкций. Вот такую серьезную трансформацию. Все-таки мы в спокойные времена, к сожалению, часто расслабляемся. И это импульс, который мы можем подхватить. И второе, чего я опасаюсь, у нас действительно финансовый сектор очень продвинутый, очень продвинутый. Как бы у нас здесь не было самоуспокоенности, что мы всего достигли. А мир движется вперед, и вот технологические тренды новые. Как у нас финансовый сектор с этим справится в условиях того, что многие технологии нам недоступны? Этот ответ будет от вас, от банковского, наверное, сектора. Что мы можем в этой связи сделать? Мы как центральный банк. Нет, мы как банковский сектор вместе. Центральный банк и коммерческие банки. Потому что действительно гордиться тем, что есть можно, а вот что мы будем делать дальше в структурной трансформации? Мы же не прошли ее окончательно, эту структурную трансформацию. Мы не можем сказать, что вот мы достигли какого-то этапа, и дальше можем расслабиться. Ну, я бы хотел сказать, что вообще лучше всегда расслабляться, в расслабленном состоянии лучше. И в том числе трансформацию делать. Что мы можем сделать? Центральный банк может не мешать. И это самый главный вклад. Торговать вам криптой. А все остальное мы сделаем точно.